Лана Емельянова Многие проекты существуют не для того, чтобы заместить власть, а для того, чтобы поддержать власть. Таких проектов много. Не хочу там углубляться, перечислять, их очень много. И они существуют не для того, чтобы победить Кремль или Путина. Они существуют только для поддержки. В необходимые моменты проекты эти закрываются. Вот националисты движения против нелегальной эмиграции. Дмитрий Рогозин. По главе, там, уберем мусор, ролик такой у них был, уберем мусор из Москвы. Под мусором поднимаются все эмигранты. Но это даже российский суд пореагировал как-то нервно. Значит, это вот нельзя. Национальная рознь, так уж прям вызывать ее нельзя. Запретили ролики. Ну, а в какой-то момент, я не помню, кто-то из лидеров этого ДПНИ стал слишком громко говорить что-то свое. Посадили. Ну, там, ненадолго, но посадили. Там, сначала дискредитировали. Я забыл. Их много там, всех этих националистов. Сначала его сняли с Катей Муму вместе. Я думал, что это наоборот. Это негативное позиционирование. Вот говорят, что, ох, какой он плохой. Вместе, там, с Шендеровичем, там, с другими демократами. Бедную, там, Катю Муму, проститутку, значит, с ней сексом занимается. Казалось, нет, действительно надоел или устали от него, или посадили в тюрьму. Но то же самое. Ну, вот, Лимонов. Ну, просто нанятый агент какие-то действия совершал в Казахстане, в Латвии. Провокатор. В какой-то момент вышел из-под контроля. Посадили. Я не знаю, как он сидел. Я не знаю, как сидел. Брат Навального может быть, никак. Или, может быть, совершенно в льготных условиях. Вот. Но формально взяли и посадили. Так что, предполагать, что Россия будет управлять один из этих нанятых агентов. спокойно жить в Украине и Белоруссии даст любой честно выбранный лидер, который заинтересован будет в сохранении государства или его части и в благополучии граждан. финансировать диктатора Лукашенко за счет граждан России в условиях, в общем, не бедности, если уж там называть вещи своими именами. Никакой нормальный политик, ответственный политик не будет. из Сирии и Ливии уйдет. Но то же самое. Зачем это сегодня нужно? Что-то там в Сирии можно получить, территорию прикупить, нефтяные поля там по рукам надавали значит американцы или турки не помню какая-то несколько историй было разных. Вот. Оттуда уйдет любой ответственный лидер от расхода безумные, огромные расходы. И это риски. Риски попасть в конфликтную ситуацию с другими государствами, с мировыми державами. Вот. И спровоцировать военные действия против России. Никакой ответственный лидер там Крым удерживать не будет. Зачем? Крым, который превращен Россией в пустыню, где там генералы КГБшные и чеченцы управляют собственностью, что там распродают, воруют, запасы вина. За это еще, кстати, придется расплачиваться следующим поколениям граждан России. Вот. Так что не волнуйтесь. Никто из этих мелких жуликов, провокаторов президентом не станет. Это дешевый материал, ну, то есть относительно дешевый. Вкладываются деньги в их раскрутку. Вот. В Навального вложены огромные средства в раскрутку такой лидер оппозиции, который к оппозиции не имеет никакого отношения. в изделий